Сегодня мы посетим замок Реггерсбург. В 55 километрах к востоку от второго по величине города Австрии Граца, в ярмарочном поселке округа Фельдпах, возвышается замок Реггерсбург. Ни разу не завоеванный врагами на протяжении многих веков, замок и поседий не является собой внушительного вида неприступной крепости. Первые упоминания о замке Реггерсбург принято относить к XII веку. Согласно преданиям, рыцарь по имени Реггерфон Хойнберг был первым, кто в 1100 году начал на этих землях площадью в 15 гектар строительство. Взведенный им в 1138 году замок был назван в честь своего владельца. В XIII веке на том же Плоскогорье стояло уже два замка. Последний был снесен в 1648 году. В XVI веке барон фон Стадлер реконструировал главный северный замок, увеличив его площадь и передав ему черты, характерные для эпохи Возрождения. Именно к тому времени относятся роскошные залы первого этажа и сводчатые галереи внутреннего двора. Однако самое впечатляющее зрелище – рыцарский зал с его богатой интерсией, деревянных дверей и потолка, а также уникальными полотнами. В 1637 году Реггерсбург был передан семье Векслеров. При Елизавете фон Векслер, известной и популярной фигурой округа Штиря, замок передал свои величайшие дни. Прославилась Елизавета тем, что во времена тотального патриархата жила собственной жизнью и, что еще важнее, могла постоять как за себя, так и за свой дом. Во время войны с турками в XVII веке, это выражаясь современным языком, смелая женщина сумела в одиночку превратить дворец в пограничную крепость той эпохи. В 1822 году изрядно потрепанный, но не побежденный замок перешел во владение древнего княжества рода Лихтенштейн, корни которого теряются в XII веке. Однако известно, что некий менестр, живший в то время, сообщает о своем современнике Генрихе Лихтенштейне, преуспевшем в битве на реке Лейте в 1246 году. На основании этого ныне здравствующие представители упомянутой семьи считаются одними из наиболее древних родов Австрии. С момента получения замка и по сей день семья Лихтенштейн отдает все свои силы на непрекращающиеся реставрационные работы. Только за последние несколько лет были полностью восстановлены крыши дворца, площадью около 10 тысяч метров, реконструированы от 2 мили внешних стен и проведено освещение, как во внутреннем помещении, так и вдоль тропины. Вход на территорию замка, каменистую тропу, находящуюся с южной стороны, защищает 7 ворот и многочисленные бастионы. Между четвертыми и пятыми воротами на месте бывшего замка Лехтенек установлен пограничный мемориал, откуда открывается неописуемый вид на окрестности. После прохождения остроконечных ворот пирамид путешественник подходит к ватсловским воротам со статуями Марса и Белоны, бога и богини войны. Эти ворота наряду с Орвом и подъемным мостом являются частью единой постройки, окружающей замок. Далее начинается тропа Мулов, представляющая собой вырубленные в скале ступени, по которым в случае необходимости во дворец доставляли провиант и воду. Замок включает в себя две сводчатые галереи, внутри одной из них внимания заслуживает необычный резной фонтан. Внутреннее убранство комнат в основном датируется 16-17 веками. Так называемый Белый зал с его великолепными потолками дает некоторое представление о стиле жизни в эпоху барокко. Стоит отметить, что с 2003 года на территории замка функционирует лифт, расположенный у северной части здания. Построен он был для преодоления уже упомянутых семи ворот. Возможность подняться к замку пешком тоже существует, а лифт, в свою очередь, дает возможность насладиться окрестными пейзажами, не отвлекаясь на изнурительный подъем в гору. Сегодня в замке открыты для посещения два музея – легендарный Лихтенштейн, легендарные женщины на первом этаже и музей ведьм в подвале. Постоянно проводится выставка, рассказывающая об истории семьи Лихтенштейн. Всего же в Риккерсборг насчитывается 108 помещений, не все из которых открыты для посещения. Видео, иллюстрации и музыкальное сопровождение помогают полностью окунуться в историю, почувствовать все намного острее. Что касается музея ведьм, то в 1987 году 20 помещений замка были отданы под выставку «Повествующее время неохоты на ведьм в Штире». Катерина Палдау фигурирует также и в этой выставке, основной сюжет которой – все тот же Великий Суть Ведьм. В 2003 году, после проведения необходимой ревизии, музей ведьм снова открыт для посетителей и как раньше привлекает сотни людей ежегодно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...